Привет, друзья! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим функцию смещения. И функция эта состоит из пяти аргументов. Трех обязательных и двух, которые мы будем использовать по необходимости. Первый элемент это у нас точка отчета, от которой у нас будет производиться отчет по смещениям. В данном случае нам нужно сместиться на 7 строчек вниз и на 2 столбца вправо. Также у нас есть два необязательных аргумента, которые мы будем использовать при импорте массива данных. Это высота и ширина. О них поговорим позднее. Выбираем начальную позицию, от которой у нас будет производиться отчет. Количество строк вниз 7 и отступ вправо 2 столбца. Проверяем. Получается верное значение. На следующем примере у нас точка отсчета находится ниже и левее. В таком случае у нас будут применены отрицательные значения как к столбцам, так и к строкам. То есть в данном случае минус 5 строк и минус 5 столбцов. Как вы видите, результат правильный. Также можно использовать функцию смещ вместе с функцией поиск позиции. Справа у нас есть два выпадающих списка по столбцам и по строкам. В одном у нас время, а в другом у нас дни недели. Пишем функцию смещения, точку отсчета. Первый поиск позиции у нас пойдет для строк, а второй для столбцов. Пишем начальное значение, это у нас элемент выпадающего списка. Выделяем диапазон поиска. Также через скобку пишем следующую поиск позицию. Выбираем элемент второго списка. И выбираем диапазон поиска для второго списка. Нажимаем галочку. И как видно из примера, у нас получается. Например, возьмем 11 часов вторника. Это у нас будет 19 метров. Да, все верно. При использовании всех пяти элементов нам необходимо выделить таблицу, в которую мы будем смещать блок. Пишем функцию смещения. Выделяем точку отсчета. Смещение по строкам у нас 0. Смещение по столбцам 2. Высота таблицы 13 и ширина 2. Нажимаем Ctrl-Shift-Enter. И получаем результат. С вами был Алексей Полянский. Если это видео вам понравилось, поставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...